Этих крепких парней ждет не дождется очередной зал, а они никак не могут выйти из гримёрки. Но не привыкли они отказывать поклонницам. Какая красивая девушка. Здравствуйте, с удовольствием давайте. Можно? Конечно. Спасибо огромное. Спасибо большое. 200 евро за фотографию. Да? А ну то, не вопрос, хорошо. За те 18 лет, что Стас Костюшкин и Денис Клявер провели бок о бок, выработалась быстрая, чёткая, почти армейская система сборов перед концертом. Сначала хохма. Работали на дне города, город Челябинск. Стою и, короче, говорю, а теперь давайте все вместе поздравим наш город с днём рождения и крикнем хором Че-Ба-К-Са-Ры. В это время директор стоит с губернатором города, он что сказал, чебоксары? Нет, 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 он сказал Челябинск, он сказал Челябинск, а там хором Че-Ба-К-Са-Ры. Да, нет, он говорит Чебоксары. А потом чай, конечно, вдвоём. На твоём месте, может, перс бросан. Да, это тоже Майкл Дубас. И снова здравствуйте. Здравствуйте. Они появились в начале таких жёстких девяностых и с таким нежным репертуаром. Многие тогда были уверены, эти ласковые мотивы долго не протянут. Ласковая моя нежная... Что за слезливые вот эти вот качки, поющие какие-то сопли для девчонок. Что не свадьба, то на газетный разворот. Что не песня, то хит. Я просто друг для той, которую я ждала, ты только мой. Но год назад в тусовке заговорили. Чаепитие закончилось. От таких слухов Михаилу Шифутинскому совсем грустно. Ведь он-то эту кашу, ну, то есть чай, когда-то и заварил. Нет, ну, что-то как-то мне даже не по себе от этого. Нет, мы не допустим. Мы будем бороться. В их личное дело уже внесены шесть официальных и гражданских жен. Дети, сотни приписанных любовных похождений. А этих милых парней все равно упорно записывают в какие-то другие ряды. Администратор говорит... Гостиница, нормально? Все, вам понравится вообще. Вообще понравится. Точно? Да, вообще. Заходим. Ну, номер для новобрачных. Огромная кровать, розами сердечко выложено. Сидит Дэн такой весь этот, бант. Ну вот, и я выхожу, говорю, товарищ милиционер, товарищ милиционер, бога ради, отпустите, пожалуйста. Мы группа человек вдвоем, у нас сегодня свадьба. Ну вот он говорит, да-да-да, хорошо, езжайте, езжайте, конечно, даже. Только сегодня они впервые откровенно расскажут о своем семейном счастье. Друзья, поверьте мне, посмотрите на это дело. Это было один раз, это было один раз. Да, ну я знаю. Кушай ризоточку. Я же худею. Приятного аппетита. Чайку тебе хлестнуть. Пока не надо. Стас покажет свои булочки. Нравится именно вот что-то такое, что такое слегка вредное. А Денис расскажет про собачью работу. И, конечно, ответят на главный вопрос. Неужели легендарная группа «Чай вдвоем» больше никогда не споет про белое платье и день рождения? Или это просто такой кризис в отношениях? День рождения твой. На этих кадрах из домашнего архива счастливое семейство Костюшкиных. Вот Стас бесстрашно теребит пальчиком какого-то краба. А вот молодая жена Юля зажигательно танцует в водах Индийского океана. Их история любви тянет на настоящий голливудский фильм. Все начиналось, как обычный служебный роман. Юля в недавнем прошлом чемпионка мира по акробатике. В свое время танцевала в коллективе Юлии Началовой. Потом пришла устраиваться на работу в коллектив «Чай вдвоем». А там он. Ну, он мне и внешне не нравился. То есть я не просто так от него бегала, потому что он женатик. Да, как бы. Ну, мне вообще ничего не хотелось от него. Отбивалась просто как могла. Но после долгих ухаживаний Юля осознала. Без Стаса жить как раньше она уже не сможет. Однажды он уехал на две недели с семьей. В эти долгие 14 дней тишины она все поняла. Я пришла в трубку. Как ты мог? Две недели? В общем, короче, говорю, вот с этого момента у нас все началось. Долгий болезненный разговор с женой Ольгой, маленьким сыном Мартином. И вскоре уже весь коллектив, да и поклонницы знали, Юля не просто танцовщица. Девочки сами, вот они просто проникали на этаж и стучали, значит, в номер. И я говорю, ну я пошла. То есть я говорю, давай. Я открывала дверь. Я говорю, да-да. И такая немая сцена, значит, а можно Стаса? Я говорю, девочки, он моется. Я говорю, приходите попозже. Он занят пока. В этой семье и Юля-звезда снялась в десятках рекламных роликов про здоровую пищу. Сейчас репетируют в мюзикле у Егора Дружинина. А недавно сыграла роль в клипе у Алексея Чумакова. Губы твои и руки, взгляд твой такой знакомый. На этой уютной светло-желтой кухне с любимицей Жужей на руках вспоминать начало их отношений уже легко и весело. Эта свадьба пела и плясала далекие шесть лет назад. Но говорить об этом смешно и сейчас. Плакали все. Ну я-то понятно. Я там с животом, мне гормон, играй гормон. Когда все плакали, я решил, что моя поза должна быть вот такая. Это будет самая-самая раскованная поза. Вот так. Вот так я встану и, по ходу дела, это будет раскованная поза. Их малышу Богдану, дома его зовут просто Бабоша, уже шесть. О том, что папа-звезда, он, конечно, знает. И слова его песен уже давно и старательно разучивает. Забыл уже слова. Ну как там? Белое платье, белая фата. Ну в общем, все. У него работа певец. Но уже сегодня Богдану кажется, быть просто певцом мелковато. Планы на будущее у Бабоши куда масштабнее папиных. Ну и я хочу стать художником, скульптором, акробатом, певцом, танцором и мультипликатором. Стас Костюшкин и сам с детства пел и танцевал. Играл в детском театре «Зазеркалье». Однажды со сцены родного театра он впервые и увидит Дениса Клявера. До их роковой встречи тогда оставались считанные месяцы. В тренажерном зале этот высокий брюнет уже который час неустанно бьется над результатом. Вот это вот бицепс, да? Вот это вот бугорок, который... Вот это трицепс. Ну поверьте, я на самом деле не самый лучший пример. Вот лучше на Владе покажите. Но это он, конечно, лукавит. Тренер Влад своим учеником вполне доволен. Усердный, старательный. Даром, что звезда. Знаю, конечно. У нас это большая честь работать с Денисом. О, конечно. Сюда, под пристальным взором Влада, Денис Клявер приходит чуть ли не ежедневно. Тело, как и голос, рабочий инструмент. Отлично. Да, мужикам-то надо чего вот так, чтобы... Тут много, тут много. Тут должно быть мало. Так, чтобы здесь было мало, надо... Нельзя много есть. Денис признается, это именно они, чай вдвоем, первыми на нашей эстраде, так красиво показали все, что скрыто. И пример здорового образа жизни подавали, чтобы другим неповадно было. И, знаешь, организаторы нас встречают, они увидели клип только наш там такие. Ну, все, ребята, концерт вечера, все клево. Выпьем. Мы говорим, да мы не пьем. Нюхнуть что-нибудь, да мы говорим, да мы не нюхаем. И покурить. Мы говорим, да мы не курим. Так, ну, баня, тёлки. Мы говорим, да, у нас девушки дома. Благодаря своим накачанным торсам они стали авторитетами в колонии строгого режима. Тогда невыполнение ЦУ от организаторов могло обернуться для артистов большими неприятностями. Вы должны понимать контингент специфически, поэтому как-то надо так аккуратнее. Я говорю, да конечно же, мы же, мы же, мы же, мы же, мы же, во-первых, мы видим. Ну вот, ну вот. Поэтому там всякие там это мы вас лю, вот этого не надо. Вот это мы вас любим, потому что могут не понять. Мы работаем первую песню, и Денис давает. А теперь поднимем все ручки вверх! О, и так какой-то там самый-самый вот так. Чего? Какие ручки? Куда вверх? Сын Дениса, 11-летний Тимофей, один из лучших в родном Санкт-Петербурге по тэквондо. Хотя он и актером может стать хорошим. Ведь дедушка у него какой! Илья Олейников из городка. Он хороший мальчик, он очень талантливый, но актерские гены дедушкины в первую очередь, конечно, в нем безусловно играют. А вот лапочку-дочку Эвелин папа в спорт не отдаст. Пошла в школу, ей все безумно нравится. Я говорю, какой у тебя любимый предмет? Она говорит, ну, пап, ну не математика, не русский. Столовая мне очень нравится. Вы человек. Мальчик. Со своими детьми от предыдущих браков Денис видится редко. Но вот удача. Дочка Эвелина вдруг сама позвонила. С ее мамой, певицей Евой Польной, Денис тоже общается мало. Да и про отношения их говорить не очень любит. Но звонку дочки он рад. Кстати, звонит моя доченька, между прочим. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, любимая. Здравствуй, моя хорошая. У Дениса, как и у Стаса, что не любовная история, то настоящее кино. Свою рыжую Иру он встретил, еще будучи женатым. Тогда совсем недавно у него родился ребенок. А всего-то просто буднично пошел в банк. Мне позвонил мой руководитель и сказал, что нужно сделать карту ВИП-клиенту. И из 25 сотрудниц модельной внешности почему-то отправили именно меня. Вскоре клиент Денис Клявер стал ходить в этот банк как на работу. В втором браке было сложнее, потому что был ребенок. Поэтому это все тянулось очень долго, так как я для меня все-таки... Дело даже не в том, что я там буду хорошим. Нет. Мне просто очень было важно, чтобы ребенок максимально, это минимально затронуло вся эта ситуация. И вот эта парочка уже танцует жаркое свадебное танго. Не пропустите! Ну что, ребят, такого же, как и я, где такого вообще? Да, лажа, но моя лажа. Подставка. Да, это лажа моя, все. Ой, папа, а мой, а, ух! Недостатка в женском внимании Денис Клявер не испытывал никогда. Ведь с самого детства он был в центре богемной жизни. Папа Илья Ореников брал с собой сына везде. Постоянно ездил с отцом на каникулы, на гастроли. Для меня это была просто любимая история. Я все время был за кулисами, тусовал с отцом. Папа ездил сначала с винокуром. Я знал всю программу наизусть. Молодой, красивый, дерзкий, но однажды у него появился опасный конкурент. Моя девушка сказала, что у нее есть у подруги парень, он вообще похож на меня. Один в один тоже занимается спортом, такой же талантливый. То же самое сказали ему, естественно. Ну, как в жизни можно встретить такого человека? Особенно мне это сказать, дайте мне было 17 лет. Вы что, ребята, такого уж как и я, вы где такого вообще? И Денис отправился на встречу со Стасом на детский спектакль в Театр Зазеркалье. К этому событию он подготовился основательно, чтобы наверняка произвести впечатление. А я еще пришел в каких-то там, я увлекался, мне был такой кок, блейзер, казаки, длинный плащ, все руки в перстнях с черепами. Ну, я такой был, Максим, был классный парень. И мы так, значит, кулисы так открыли, говорим, смотрите, вот, восьмой ряд, вот сбоку, вот это ко мне. Говорит, боже, кто это? Вскоре выяснилось, такие разные и все-таки могут быть вместе. К тому же оказалось, они оба уже давно были поклонниками отцов друг друга. Он узнал, что мой отец актер и программу «Городок». На то время еще анекдоты он снимался, а я узнал, что Стас отец джазовский сфонист, Михаил Костюшкин. И как-то мы так... У нас так было, твой папа, а мой... Эта встреча для Дениса как встреча с прошлым, очень важным. Он с женой Ирой спешит в гости к Михаилу Шафутинскому. Хе-хе-хе, родной! Привет, Николай Закарыч! Слушай, ты что, еще подрался? Я на каблучках, да. Это редкие, чудом сохранившиеся кадры с первого выступления группы «Чай вдвоем». Правда, тогда они еще так не назывались. И я пойду бездорожью в вечный сон, я спою со с тобой, я готов. На папу Дениса, актера Илью Олейникова, тот концерт произвел сильное впечатление. Ну, у нас есть первое видео, там, это катастрофа, конечно, вот, нашего первого выступления. И когда он увидел, он так промолчал. А вот Михаил Захарович сразу понял, перед ним настоящие звезды. Просто им нужно помочь. И уже на завтра ребята были приглашены разбавлять сольную программу Шафутинского. Вместо, значит, антракта выходят какие-то два молодых человека, непонятно, кто, чего, как. Но представление было такое, что, как минимум, сейчас выйдет Майкл Джексон. Вот, клянусь, Михаил Захарович всегда нас представлял замечательно, чем самым нас подбадривал. После таких гастролей им даже удалось заработать на свой первый клип. Оставалось лишь придумать название. Рабочая, пилот не приглянулась музыкальному продюсеру Александру Ревзину. И он предложил свой вариант. Ну, какой чай вообще? Ну, кармен, да, там, только серьезно, чай вдвоем. Я представил двух дедушек, которые пьют чай и играют в шашки, знаете, на улице. Эстрада начала 90-х иногда разгульная, иногда шальная. А тут это чаепитие. Тогда оно казалось слишком благопристойным, почти девственным. Двое крепких парней разливали друг другу крепкий сладкий чай и пели сладкие песни о любви. Оказалось, продюсер рассчитывал на то, что однажды спонсором группы станет какая-нибудь чайная компания. С тем же успехом группа вполне могла называться, ну, скажем, бутылка водки на троих. Ну, а что, не сообразили бы, что ли? Ну, или вообще ящик пива на компанию. Долго бы ее собирать, точно не пришлось бы. Но под градусом ведь это была бы совсем другая история. Хмель летучился бы с первым тяжелым рассветом. В 18 лет уж так точно не протянешь. В это кафе в Шереметьево Стас Костюшкин наведывается часто. Он открыл его недавно с другом детства. Вот хозяйской рукой он сварит кофе. Ну, вполне. Да? Да. Вот видишь? Четвердая четверка. Спасибо большое. В северной столице в это время процветает еще один бизнес Стаса Костюшкина. Пышечная. Она же пончичная. На этих рекламных кадрах Стас Бойко замешивает сдобное тесто. И не зря. Звездные пончики в Питере уходят на ура. Да и сам Стас иногда согрешит и угостится. Пончики я как раз люблю. Я ем. Потому что я знаю, что мне надо для этого обязательно каждый день. Я просто каждый день по три часа в зале спортивном. А в это время на другом конце Москвы Денис с женой спешат с инспекцией в свой магазинчик. Как там поживает новая изысканная коллекция одежды для маленьких собачек? Собака была вдохновителем, я направителем, а она исполнителем. Все началось с их любимого песика Мане. А потом шоппинг для собаки было решено превратить в доходное семейное увлечение. Теперь питомцы всего шоу-бизнеса. Отовариваются у читы Клявер. Курточки, платья, рокерские косухи. Ира Клявер знает, что надо собаке в большом городе. Вот только муж не всегда ценит. Между прочим, когда я ему что-то показываю, какие-то там новые модели, он начинает, ну вот я вот здесь бы вот так, вот здесь вот так. Ты знаешь, я говорю, Масик, дизайнер знает лучше. Я им щу за то, когда она слушает мои новые песни. Но неужели теперь у Костюшкина и Клявера только бизнес? А как же шоу? Когда этим летом на музыкальных каналах появился проект Одесса и жаркий хит про беспроводной интернет, поклонники ахнули. А где же песни про любовь? Неужели Стас больше не хочет чаю? А когда следом появилась и сольная песня Дениса Клявера, всем стало понятно, с чаепитием, похоже, все кончено. Стас Костюшкин первый сделал шаг в сторону. Говорит, чай ему по-прежнему нравится. Просто пришло время и захотелось других напитков. Захотелось стать дерзким, чуть брутальным, чуть менее сладким. И даже когда мне кто-то говорит, что я пишу, пишут, да, это полная лажа, а я уже другой, я уже тот, который чишет гениталия, да, лажа, ну а моя лажа, да, это лажа моя, все, вот что мне нравится. А недавно Стас вернулся с дипломом с конкурса оперных исполнителей. Впереди перспектива контракта с Венской оперой. Но все-таки они вместе. Вот на репетиции они пробуют новую песню. Чай, как хорошее вино, с годами становится только лучше. А чай вдвоем, лучше вдвойне. И до последней капли им еще очень далеко. Субтитры создавал DimaTorzok